И всем привет! А чемпионат мира подошел к концу, а это значит самое время подводить итоги. И мы с вами, как истинные любители гимнастики, можем подвести свой итог. Сегодня я покажу вам самые красивые упражнения и самые запоминающиеся постановки чемпионата мира 2017 года. По моему мнению, конечно же, но надеюсь, что и вы со мной согласитесь. А также поделитесь в комментариях вашим самым любимым и запомнившимся упражнением этого чемпионата мира. Ну и не забывай подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео и ставить лайк, чтобы новые видео выходили чаще. Ну и начнем с Саламе Пажавы. Для нее этот чемпионат мира был не слишком удачным, так как она только залечилась от травмы. И это для нее только второй крупный старт. Однако ее постановки, как всегда, безумно интересные и необычные. Упражнения с булавами она выполняет под музыку, которая называется Джокер. В многоборе за это упражнение она получила 16,3 балла. А в финале смогла занять только восьмое место из-за допущенных ошибок. Украинская гимнастка Алена Дьяченко в квалификации за мяч получила свою наивысшую оценку – 16,25. Но, к сожалению, в многоборе она допустила грубую ошибку, что позволило ей получить только 13,7 за это упражнение. Однако это видео не упражнение с самым высшим баллом, а самое красивое постановки. Именно поэтому Аленин мяч, безусловно, должен быть в таком топе. На площадке Алена смотрится очень эстетично, и музыка Adele Hello, на мой взгляд, на нее очень хорошо легла. И вместе они выглядят очень гармонично. Александра Джорджу Кулезе из Италии. Надеюсь, я правильно произнесла ее фамилию. Почти каждое ее упражнение я готова включить в этот топ. Во всех ее постановках она находит интересные фишки, которые цепляют. Тренерский состав очень хорошо подбирает ей образы, которые ложатся на нее так, что хочется смотреть ее выступления снова и снова. Вулавы она исполняет под композицию «Фараон». К сожалению, в многоборье она допустила ошибку, но в финале она смогла набрать 17,25 и занять пятое место. А мяч Александра, я уверена, запомнили все. Под потрясающую музыку с Юзен Болл «Аллилуйя». В многоборье за мяч она получила 17,8. Это ее самая высокая оценка за весь чемпионат мира. После этого чемпионата я просто в нее влюбилась. Потрясающая гимнастка, потрясающие упражнения, и ни одной мне она нравится. Ведь именно ей досталось почетное звание «Мисс Элегантность». Для Алины Горносько из Белоруссии этот чемпионат не особо удался. Она допускала много ошибок, из-за чего не смогла показать себя на все 100. Однако это не помешало показать свою потрясающую постановку «Кармен Стори» с булавами под знаменитую «Эдит Пиал». Кстати говоря, именно в упражнении с булавами она прошла в финалы отдельных видов и смогла занять седьмое место, набрав 15,55. Алина на данный момент второй номер сборной Белоруссии. И у нее еще все впереди. А ее подруга по команде и первый номер сборной Белоруссии Екатерина Галкина на чемпионате мира смогла даже выиграть серебряную медаль в упражнении с булавами. Но речь пойдет о другом ее упражнении. Музыку которого, я уверена, многие гимнастки после чемпионата мира скачали себе на телефон. Ну или, по крайней мере, просто ходят-напевают. Прекрасная постановка под песню Марии Чайковской «Забери меня». Интересная музыка, необычная находка с предметом позволили Кате в многоборье набрать 17,7 за это упражнение. Лаура Зенка из США уже давненько лично мне запомнила своей необычной подачей. Поэтому я не могла пройти мимо ее упражнений. Долго не могла определиться, какое именно ее упражнение лучшее, потому что нравятся мне все. Но в итоге остановилась на классике Майкле Джексоне и ее упражнении с оборчем под короля поп-музыки. Хотя и другие ее постановки очень интересные. К сожалению, только с этой композицией Лаура не прошла в финал. Но в многоборье за это упражнение она набрала 17,1 балла. Израильская гимнастка Леной Ашрам удивляет с каждыми соревнованиями. Она создает огромную конкуренцию и заслуженно занимает места на пьедестале. Ее упражнения всегда очень эмоциональны, наполнены необычными находками, интересной работой с предметом и подходящими ей образами, что дает свои плоды. Упражнение с булавами она выполняет под музыку группы Queen Don't Stop Me Now. В многоборье она получила 17,15 за это упражнение, а в квалификации допустила ошибку и не смогла попасть в финал с булавами. Но упражнение от этого менее крутым не стало, как и сама Леной. Катрин Тасева из Болгарии в своих упражнениях показывает виртуозную работу с предметом. Собственно говоря, этим и славятся болгарские гимнастки. Но с новыми правилами они все больше посвящают себя не только работе с предметом, но и интересным находкам в плане музыки. Так, упражнение с мячом Катрин делает под музыку болгарской певицы. И по мне оно очень красивое, артистичное и безусловно запоминающееся. Ведь сочетание красивого образа с красивой работой предмета – все, что нужно, чтобы запомниться зрителю. Сборная Болгарии в групповых упражнениях полностью обновила свой состав, но выступают они по-прежнему достойно. Мне вообще нравится интересная работа с предметом, поэтому неудивительно, что я всегда слежу за болгарской сборной. Их упражнение с пятью обручами под музыку венгерского композитора Хаваши «Весенний ветер» мне кажется, не может не понравиться. В нем есть все – темп, красивая музыка, красивые девушки, красивые купальники, интересные находки. В многоборье они выиграли серебряные медали, а в финале смогли занять только четвертое место, несмотря на то, что получили хорошую оценку. Сборная команды Японии – прекрасная команда с очень эмоциональными и трудолюбивыми девочками. Я уже не первый год жду, когда они поднимутся на пьедестал. И вот, наконец-то, это случилось. Бронзовые медали в многоборье и в финале с обручами, а также серебряная медаль в смежном виде. Я безумно рада за них, и, конечно же, мне всегда нравятся их постановки. И этот год не исключение. Упражнение с пятью обручами прекрасно. Очень необычный подбор костюмов, который им очень идет. Интересная композиция и высокие баллы. Все закономерно. Ну и наши российские гимнастки. У наших гимнасток всегда красивые упражнения, и проработано все до мелочей. Трудятся над мини-спектаклями в исполнении российских гимнасток огромное количество человек. Потому и любят российских гимнасток по всему миру. А нам надо держать планку. Мяч Арины Авериной, в котором она и стала чемпионкой мира, прекрасный. Да, собственно говоря, как и другие ее упражнения. Оценки у наших личниц просто заоблачные. За упражнение с мячом в финале Арина получила 18,95 балла. Ее сестра Дина Аверина на этом чемпионате была в ударе и забрала себе в копилку самую главную награду абсолютной чемпионки мира 2017 года. Ее упражнение с обручем запомнилось всем, и по многим причинам. Конечно же то, что это лебедь, а мы помним по прошлому сезону прекрасное упражнение Риты Мамун. Но лебедь Дины просто бесподобен. Кто бы мог подумать, что во время упражнения можно сменить купальник. Ну, это я образно. По мне это очень необычно. Ну и конечно же, помимо купальника, упражнение восхитительно. У меня уже просто кончаются слова. И, наверное, на чемпионате мира Дина поставила рекорд, заработав самую высокую оценку за упражнение с обручем. 19,1 балла. Ну и напоследок, наша сборная в групповых упражнениях, которая всегда пытается находить что-то новое и интересное. Сочетать несочетаемое, рэп и классику, мастерство и акробатику. Быть на голову выше остальных уже традиция сборной России. И упражнения этого сезона не исключение. Прекрасный состав, который обновился после Олимпиады наполовину. Прекрасное упражнение, которое хочется пересматривать по тысяче раз. Прекрасный тренерский коллектив, который позволяет любителям гимнастики наслаждаться такими потрясающими композициями. Изменения в правилах теперь поощряют все новое. А значит нам с вами как минимум 4 года наслаждаться прекрасными и необычными упражнениями в исполнении не только нашей сборной. И перед началом каждого сезона гадать, что же на этот раз придумали эти русские. На этом у меня все. А вы пишите, какое упражнение запомнилось вам больше всего. И обязательно подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!